В субботу 25 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение было принято Советом Министров. В этот день государственные органы и организации могут добровольно провести субботник на рабочих местах или обустроить территории населенных пунктов. Заработанные деньги будут перечислены в областные бюджеты. Они будут направлены на подготовку детских лагерей и спортивных сооружений, а также на восстановление исторических и культурных памятников и мест боевой и воинской славы. Таким образом, 50% денег, заработанных в стране 25 апреля, будут поровну поделены между Национальным художественным музеем и мемориальным комплексом на месте сгоревшей деревни Алла Светлогорского района. Весенние каникулы подходят к концу. Министерство образования объявило, что учебный процесс в средней школе начнется в понедельник 20 апреля. По словам министра образования Игоря Карпенко, около 40% детей планируют посещать школу на следующей неделе. Отмечается, что родители, которые считают посещение школы опасным, имеют право не разрешать своим детям идти на занятия. В этом случае им следует продолжить обучение дистанционно. Учебные планы и расписание для каждого предмета должны быть скорректированы. Окончание учебного года, к слову, переносить пока не планируется. В Гомеле прошла электронная ярмарка вакансий. Управление по труду, занятости и социальной защиты городского исполнительного комитета организовало онлайн-диалог между нанимателями и претендентами на рабочие места. Электронная ярмарка вакансий в Гомеле впервые прошла в конце прошлого года. На этот раз работодатели предложили около 60 вакансий. К сожалению, некоторые предприятия не смогли войти в систему. Эту проблему пообещали решить к следующей электронной ярмарке. В общей сложности 307 безработных в настоящее время официально зарегистрированных в центре занятости. Только на прошлой неделе было трудоустроено 44 человека. 12 человек прошли переподготовку. Среди наиболее востребованных профессий водитель троллейбуса, повар, продавец, парикмакер, штукатур, маляр. В Управлении по труду занятости и социальной защиты Гомельского горосполкома убеждены, что электронная ярмарка вакансий является перспективным направлением в работе по трудоустройству населения.